Карты помогут построить даже самые смелые планы. Ммм, после работы в бассейн. Ну, или завтра. Маникюр. В девять утра? Точно. О, можно прогуляться. Или на автобусе. Карты подскажут места и построят маршруты, что бы вы ни решили. Яндекс.Карты. Приложение в городу. Первые кадры фантастической четверки, детали нового хищника, новые механики Half-Life 3, отзывы о Beetlejuice 2 и новом Terminator Zero, анонс нового мира юрского периода и вырезанная сцена из Дэдпула и Росомахи. Всем привет, это снова я, Артем, и у меня, как обычно... Новости недели. Кстати, я, кажется, никогда у вас не спрашивал, как вам это вступление, которое только что было, где я перечислял главные новости этого выпуска. Лично мне очень нравится собирать для вас эту краткую выжимку, чтобы подготовить и как-то разыграть аппетит. Это как в видеоигровых туториалах, когда дают попробовать механики, прежде чем пускать с головой в сюжет, или поиграть за каждый класс в РПГ, чтобы ты не прогадал с выбором. Такие туториалы, кстати, очень эффективно обучают. Ты, по сути, набираешься опыта, а выбор становится осознаннее. В онлайн-школе SkillFactory это заметили и создали уникальный курс IT-специалист с нуля для всех, кто только начинает свой путь в IT. Его главная особенность — профориентация, в ходе которой вы пройдете тест-драйв 9 самых востребованных IT-специальностей, а уже потом выберете понравившееся направление и продолжите свое обучение. Полученные навыки отточите, решая реальные задачи от крупных компаний под руководством опытных менторов, а лучшие работы заберете к себе в портфолио, с которым можно будет найти работу еще до конца обучения. Кстати, с трудоустройством поможет карьерный центр, ведь если после обучения работу найти не получится, школа возвращает деньги. Все официально и прописано в договоре. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании, либо по QR-коду, который появился на экране, и оставляйте заявку. А по промокоду КАД еще и получите повышенную скидку в 50% и курс по нейросетям в подарок. Такая акция действует до конца сентября, так что нужно успеть, ведь SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Ну а теперь снова хочу вернуться к вступлению и спросить у вас такой вопрос. Вы вообще понимаете, почему в нем ретро-стилистика? Ну вот эти старые телевизоры, ретро-вейв. Это отсылка к тому, что мои новостные видосы это что-то вроде машины времени. Ведь в каждом видео я возвращаю вас в недалекое прошлое, чтобы рассказать о новостях ушедшей недели. Но в этот раз мы начнем путешествие в доисторические времена. Ведь Universal официально представили новую часть Мира Юрского периода, о которой долгое время ходили слухи. Студия показала логотип и раскрыла название картины. Мир Юрского периода. Перерождение. Что лично мне кажется не очень удачной идеей для перезагрузки, которой должна стать новая часть. Лично мне больше нравилось название Город Юрского периода, как фильм называли в утечках. Так бы у нас было три отдельных главы в этой юрской франшизе. Парк, мир и город. Но, похоже, в отделе маркетинга решили не рисковать и взяли известное название, которое уже заработало себе репутацию. Так что студия явно хочет усидеть на двух стульях и сыграть на популярности прошлых фильмов, и в то же время мягко перезапустить франшизу, чтобы привлечь к ней новых зрителей. Для этого они даже решили сделать ставку на крупных звезд, таких как Скарлетт Йоханссон и Махер Шилайли, которых уже можно увидеть на первых кадрах из фильма. Вместе с анонсом появились и первые сюжетные детали, которые обещают новый взгляд на знакомую франшизу. Согласно официальному синопсису, после событий господства, динозавры, не приспособленные к нашей экологии, снова начали вымирать. Экология планеты оказалась плохо пригодной для динозавров. Те животные, которые остались в живых, существуют в изолированных экваториальных экосистемах, напоминающих по климату те, в которых они когда-то процветали. И три самые большие особи внутри тропической биосферы скрывают в себе ключ к лекарству, которое чудесным образом позволит спасать человеческие жизни. По сюжету «Перерождение», героиня Скарлетт Йоханссон, эксперт Зора Беннетт, отправляется извлечь ДНК из этих трех гигантских особей, вместе с командой своих помощников, куда входят сыгранные Махершелой Али напарник Зоры, Дункан Кинкейт, палеонтолог в исполнении Джонатана Бейли и Руперт Френд, представитель фармакологического конгломерата, финансирующего эту экспедицию. Ну а затем команда объединится с семьей гражданских, которые исследовали территорию, и вместе окажутся выброшены на остров, где совершат некое зловещее открытие, которое десятилетиями скрывали от мира. Ну а какое именно открытие, узнаем 2 июля 25-го года. И лично я, как большой любитель динозавров, очень заинтригован таким пересмыслением классики. Пересмыслять классику вновь планирует и Дэн Трахтенберг, который на прошлой неделе приступил к съемкам нового хищника с подзаголовком «Пустоши». Сообщают, что вместо продолжения добычи нас ожидает самостоятельный фильм, действие которого будет происходить в будущем. О сюжете известно совсем мало, лишь то, что одна из двух главных сюжетных линий расскажет о сестрах, чьи взаимоотношения подвергаются испытанию, когда их пути расходятся из-за разных миссий. Одной из сестер, судя по всему, сыграет Эль Фанинг, ведь это пока единственная заявленная актриса нового хищника, выход которого ожидается в 25-м году. Ну а возвращение инопланетного охотника сразу после возвращения космического ксеноморфа дает надежду на новый кроссовер «Чужого и Хищника». Тем более, что Фидель Варес, успешно вернувший «Чужого» на экраны, говорил, что хотел бы снять такой фильм на пару с Трахтенбергом. Ну а в случае успеха нового «Хищника» Дисней точно задумается о таком кроссовере, ведь «Чужой Ромул» продолжает зарабатывать в студии деньги, и уже собрал кассу в 285 миллионов долларов. И вряд ли эта сумма радует первопроходца «Чужой» франшизы, Ридли Скотта, ведь по итогам за прошлую неделю касса «Ромула» опередила «Чужого завет», который за весь свой прокат заработал всего 241 миллион. Так что, кажется, Альварес показал Скотту, как правильно снимать фильмы в его же вселенной. Ты кто такой, а? Чё ты можешь-то? Ты никто, понял? Но особенно изобретательно Альварес подошёл к созданию практических эффектов. Ну а сейчас, внимание, спойлеры. Так что мотайте до вот этой отметки, если вдруг их боитесь. Я уже показывал вам в одном из прошлых новостных выпусков крутого аниматронного «Чужого», который сыграл ксеноморфа в «Ромуле». Однако в конце фильма показали совершенно новый тип ксеноморфа, который отличался гигантским ростом. Так что казалось, что без компьютерной графики здесь точно не обошлось. Но и тут фильм удивил, ведь оказалось, что его сыграл румынский баскетболист Роберт Бобродский, ростом в 2 метра и 31 сантиметр. Кстати, если так подумать, то успех «Чужого» очень ироничен. Ведь если вы смотрели мой пересказ «Вселенной Чужого», то знаете, что весь сюжет крутится вокруг попыток корпорации Вейланд-Ютони завладеть ксеноморфом, чтобы рубить на нем бабло. Что повторяет историю нашего реального мира, в котором крупная корпорация Дисней заполучила права на «Чужого», чтобы рубить на нем деньги. Бабки, бабки, сука, бабки! Таким успехом Дисней во многом обязан в видеоигре Alien Isolation, которая стала основным источником вдохновения Ромулы. Но это не единственная игра, которая вдохновляла Фиде Альвареса во время работы над картиной. Фиде оказался заядлым геймером и недавно рассказал, что во время написания сценария к «Чужому» он играл в The Last of Us 2. И его настолько впечатлила история беременной Дины, что он под влиянием игры решил добавить в сюжет беременную героиню Кей, на роль которой взял Изабеллу Мерсет. А спустя год Мерсет пополнила каст второго сезона The Last of Us, где она как раз сыграет Дину. Совпадение? Не думаю. Не так давно Изабелла Мерсет посетила подкаст «Happy Set Confused», где рассказала немного про съемки второго сезона «Одних из нас». Оказалось, что Кейтлин Дивер, которая играет в сериале роль Эбби, потребовала дополнительную охрану, поскольку переживала из-за агрессивных фанатов. Напомню, что после выхода игры сюжетный твист с участием Эбби настолько разозлил некоторых игроков, что они начали травить актрису озвучки Лору Бейли в сети, и даже угрожали ей смертью. «Ну что вы за люди такие?» Команда сериала две недели назад завершила съемки нового сезона и поделилась вайбовыми фотками с Автопати. Окончание съемочного процесса говорит о том, что выхода сериала стоит ждать в начале следующего года, скорее всего в феврале или марте, ведь первый сезон закончили снимать в июле 22-го, а вышел сериал в январе 23-го. И будем надеяться, что он сумеет удивить даже хейтеров. Но уже этой осенью удивлять хейтеров будет студия Марвел. По крайней мере, если верить словам режиссера Роберта Мэйра Барнетта, который рассказал, что слышал отзывы о сериалах «Это всё Агата» и «Чудо-человек», и они очень и очень хорошие. «Скоро выходит сериал «Это всё Агата», и я слышал от инсайдера, что он очень годный. Я слышал, что и «Чудо-человек», и «Это всё Агата» очень и очень хороши. Удивительно хороши». Агата как раз получила новый тизер, который раскрыл, кто освободил ведьму от заклятия Ванды. Правда, имя героя нам не раскрывают, ведь назвать своё имя ему не позволяет Агент Смит. Поэтому фанаты уже решили, что это не кто иной, как Викан, один из сыновей Ванды Максимов, что может говорить о том, что Алая Ведьма смогла каким-то образом создать их на Земле 616 с помощью своей магии хаоса. Ну или всё дело с новым мультивселенной. И ведь кажется, что сериал может быть не просто связан с мультивселенной, а станет ключевой главой саги, заложив основу для фантастической четвёрки. Так как действие фантастического ребута будет происходить в параллельной вселенной, где важную роль сыграет город Вествью, судя по пасхалке, которую заметили на съёмочной площадке. На кадрах можно увидеть выездку магазина Вествью, который, судя по надписи ниже, продаёт телевизионное оборудование, что явно отсылает к событиям Ванды Вижена, где город погрузился в телевизионную реальность, созданную Алой Ведьмой. Кстати, в объективы вездесущих папарацци попал и Эбон Мосбакарак во время его перевоплощения в существо. И судя по этим кадрам, нас ждёт очень каноничное существо, которое при этом будет сделано при помощи практических эффектов, вместо типичной для Марвел дешёвой компьютерной графики. Также папарацци удалось запечатлеть и Сью Сторм с ребёнком на руках. И это, видимо, их с Ричардом сын, Франклин, который играл важную роль в комиксах, а по слухам, получит не менее важную роль и в саге мультивселенной. Ведь, как сообщает My Time to Shine Hello, главной целью галактуса в фильме будет не Земля, а именно Франклин Ричардс. Зачем пожирателю миров нужен ребёнок, непонятно. Но, по словам инсайдеров, он отправит серебряного серфера к фантастической четвёрке с ультиматумом. Или они выдают им Франклина, или он уничтожит планету. И, кстати, к тому моменту команда, кажется, уже будет знаменитой по всей планете, на что указывает памятник, который установили на площадке фильма. Как можно догадаться по вытянутым рукам одной из фигур, этот памятник изображает фантастическую четвёрку, которая, видимо, стала в этой вселенной аналогом Мстителей. Ну а судя по Дэдпулу и Росомахе, Франклин может оказаться ключевым субъектом во вселенной четвёрке, который также сыграет и какую-то важную роль в судьбе всей мультивселенной. Вполне возможно, что команда, после того, как ей удастся справиться с Галактусом, отправит Франклина в другую вселенную. И потеря ключевого субъекта приведёт к гибели этой вселенной. Так что, может быть, из-за этих действий именно фантастическая четвёрка будет виновата в гибели своей Земли, а Галактус, напротив, попытается её спасти. Кстати, а что есть этот парень из тизера Агаты? Это и есть Франклин, которого Рит и Сью отправили на Землю 616. Или это слишком острый приступ СПГС? Какую психушку вы чё, угораете, что ли? Хотя Дэдпул и Росомах уже доказали, что студия готова пихать в свои проекты самые безумные камео, надеясь рубить как можно больше Франклинов. И такой подход сработал, ведь спустя месяц после выхода мутанты продолжают покорять прокат, до сих пор сметая на своём пути даже блокбастеры, вроде Бордерлендс и Ворона. Прямо сейчас общие кассовые сборы картины составляют 1 миллиард 262 миллиона долларов. Так что неудивительно, что студия не торопится выпускать картину в цифре, а вместо этого подогревает интерес к Дэдпулу и Росомахе, публикуя нереализованные наработки. И на прошлой неделе студия показала вырезанную сцену, которая намекает на будущее одного из спойлерных персонажей. Так что если вы до сих пор не посмотрели фильм, то вам он явно не так уж интересен, чтобы бояться спойлеров. В вырезанной сцене показали намёк на будущее Гамбита в киновселенной, ведь после сражения с людьми Кассандры он смотрит на открывающийся перед ним магический портал. И это было бы прямым заявлением студии о том, что Гамбит всё-таки получит свой многострадальный сольник. Но, видимо, чтобы не давать таких обещаний, эту сцену вырезали. А вместо этого оставили лишь слова Би-15 о том, что она подумает над тем, чтобы вернуть помогавшие Уэйду варианты по родным вселенным. Так что будем надеяться, что Гамбиту дадут разыграть карту с возвращением. После такого праздника тимапов и камео, какими стали Дэдпул и Росомаха, фанаты надеялись увидеть другой, не менее ожидаемый тимап, сорви головы и Человека-паука, но он, похоже, откладывается. Напомню, что многочисленные слухи обещали нам появление Человека без страха в Человеке-пауке 4, который должен был понизить ставки после нет пути домой и показать уличную историю про дружелюбного соседа. Снимать картину собирались в этом году, а выпустить уже в следующем, но из-за бардака с планами в студии Marvel съёмки перенесли на 25-й год. Тогда как релиз теперь, если верить Дэниелу Рихтману, переехал аж на июль 26-го. Так что получается, что следующий паучий сольник выйдет между Судным Днём и Секретными Войнами, поэтому картина, по словам Рихтмана, всё ещё будет связана с мультивселенной. Короче, нас явно ждёт очень насыщенная середина 26-го года. Ведь 22-го мая 26-го года между Пятыми Мстителями и Четвёртым Пауком выйдут Мандалорец Игрогу. Студия уже вовсю снимает картину, а на днях к касту полнометражного Мандалорца присоединилась ветеран космической кинофантастики от актрисы пока нет, но ходят слухи, что она исполнит роль главной злодейки. И кажется, Сигурне осталось засветиться только в третьей дюне, чтобы собрать в своей фильмографии все исторически значимые космические франшизы. Но ждать два года, чтобы посетить далёкую-далёкую галактику не обязательно. Ведь неделю назад состоялся релиз новой игры в серии, приключенческого экшена Star Wars Outlaws от создателей Assassin's Creed. Сюжет игры разворачивается между пятым и шестым эпизодами и рассказывает про контрабандистку, которая пытается провернуть крупное ограбление. Но в отличие от линейной Jedi Fallen Order, Outlaws — это экшен в открытом мире, так что игроки сами могут искать себе приключения в любимой далёкой-далёкой галактике. И судя по отзывам игровых журналистов, Outlaws получилась очень даже достойной. Игра получила высокие оценки, а по словам поигравших в неё, разработчикам удалось перенести дуо Звёздных Войн в открытый мир и сопроводить его крепкой историей, запоминающимися персонажами и довольно интересным геймплеем. Однако отмечают, что игра на релизе получилась довольно сырой, с кучей багов и недоработок, а также, что игровой процесс бывает репетативным и утомительным, так как студия использовала ту самую избитую механику открытого мира с аванпостами и типичным набором активностей. Но, несмотря на это, похоже, что игра действительно станет настоящим подарком для фанатов далёкой-далёкой галактики. Особенно учитывая, что в последнее время Звёздные Войны не очень-то радуют. Сейчас франшиза находится в глубоком кризисе, и виной всему не только Акалит, который вместо расцвета республики показал упадок далёкой-далёкой галактики и даже заставил Диснея отменять планы на грядущие сериалы. Такой громкий провал стал следствием плохого менеджмента со стороны главы Lucasfilm, Кэтлин Кеннеди. После выхода девятого эпизода прошло аж пять лет, но студия так и не выпустила ни одного полнометражного фильма. А всё дело в том, что Кеннеди редко бывает довольно качеством проектов и заставляет авторов по многу раз переписывать свои истории, пока они попросту не выгорят и не покинут проект. Кроме того, она использовала своё влияние, чтобы пропихивать ВОК-повестку в проекты, которая в итоге сыграла убийственную шутку с Акалитом. В сети уже не раз всплывали сообщения о том, что Кеннеди хотят убрать с этой должности. Но, похоже, её влияние очень велико, раз этого так и не произошло, даже после громкого провала Акалита, из-за которого Дисней даже прекратил продажу всего мерча по сериалу и начал менять планы на грядущие проекты. Почему Кэтлин Кеннеди не увольняют даже после такого эпичного факапа, непонятно. Причём этого не понимают даже в самом Диснее, как рассказали сотрудники студии журналисту Мэтти Беллони. Некоторые утверждают, что всё дело в том, что сам Джордж Лукас утвердил Кеннеди на эту должность, ведь она давняя соратница его близкого друга Стивена Спилберга и работала продюсером над «Индианой Джонс и Храм Судьбы», который также спродюсировал Лукас. Однако даже Лукас, похоже, начал терять терпение, ведь в мае он заявлял, что Кэтлин не прислушалась к его идеям по поводу развития вселенной. Ну а мы-то с вами знаем, что во всём виновата, конечно же, не Кэтлин Кеннеди, и даже не компания Дисней, а фанаты расисты. Те самые, которые вечно раздувают скандалы вокруг повесточных фильмов Диснея, особенно вокруг ремейков классики. На этот раз досталось ремейку Белоснежки, первый трейлер которой набрал больше миллиона дизлайков и всего 82 тысячи лайков. Правда, в этот раз Диснею досталось как и за пропаганду Волк-повестки, так и за недостаток разнообразия. Ведь Белоснежка идеально подходит для того, чтобы дать шанс проявить себя актёрам с дворфизмом в роли семерых гномов. Однако вместо этого студия набрала на роль гномов представителей разных меньшинств, а после того, как разгорелся скандал, их просто перерисовали в мультяшных гномов. В итоге Дисней, кажется, добился того, что пересмысление классической сказки не нужно вообще никому. Великолепный план, Уолтер. Но без крутого пересмысления фольклора мы точно не останемся. Ведь наши киноделы готовят неожиданный взгляд на наши сказки про богатырей. Анимационную смесь фэнтези и хиберпанка «Киберслав». Создатели мультсериала показали новый эпичный тизер и пообещали раскрыть больше подробностей в декабре на фестивале «Хомикон». Сюжет «Киберслава» расскажет о богатыре, который использует футуристичные технологии для охоты на монстров и пытается расследовать преступления, связанные с княжеской семьей. В общем, это кажется каким-то крутейшим коктейлем из «Ведьмака» и «Киберпанка». Так что очень интригует. Для фанатов игр CD Projekt'ов тоже есть хорошие новости. Ведь студия объявила, что закончила подготовку к производству «Ведьмака 4». Так что очень скоро игру запустят в активную работу. Напомню, что в новой игре главным героем будет уже не Геральт из Риви, а другой персонаж. Но «Возвращение Белого Волка» тоже состоится. Также разработчики развеяли опасения некоторых игроков, заявив, что продолжение не будет рискином «Ведьмака 3», а вместо этого будет использовать новые механики и геймплейные фишки. Кстати, продолжение «Киберпанка 2077» тоже в работе, но о нем пока нет подробностей. Зато нас совершенно точно ждут новые анимационные проекты во вселенной, что подтвердили проекты. Может быть, мы даже получим второй сезон «Киберпанк Эджраннерс», который очень понравился фанатам. Авторы этого мультсериала, кстати, сейчас трудятся над новым аниме по известной франшизе — «Трансформером», и уже показали небольшой тизер. Ну а прямо сейчас полюбоваться на аниме роботов можно в новом «Терминаторе Зеро». Первый сезон мультсериала уже доступен на Нетфликсе, и, судя по отзывам как критиков, так и зрителей, перед нами лучшая часть про «Киборга-убийцу» со времен «Судного дня». Сильное заявление. Если верить посмотревшим, новый «Терминатор» удачно совмещает в себе черты классических боевиков Джеймса Кэмерона с совершенно новой историей, которая двигает франшизу в необычном направлении. И даже без Джона Коннора и Ти-800 аниме сохраняет ключевые элементы сай-фай-франшизы, вроде путешествий во времени и конфликта между людьми и машинами, и разбавляет историю адреналиновым экшеном с элементами хоррора. Я вернулся. «Мрачное возвращение классики» готовят и «Парамоунт», которые выпустили трейлер хоррора «Квартира 7А», приквела культового фильма «Ребенок Розмари» Романа Полански. Действие картины будет происходить в Нью-Йорке 65-го года и расскажет про молодую танцовщицу, чья жизнь рушится после тяжелой травмы. Но ее дела становятся куда хуже, когда она переезжает в многоквартирный дом Брэдфорд, где ощущает присутствие сил зла. В кино хоррор не выйдет и сразу отправится на стриминги, где его можно будет посмотреть уже 27 сентября. В этом году, кстати, кажется, что Хэллоуин наступил раньше, ведь весь сентябрь будет жутким. В хорошем смысле. В сентябре Лайнс Гейт тоже выпускает не менее интригующий фильм ужасов «Затерянное место» с Холли Берри. Картина расскажет про мать, которая с двумя сыновьями-близнецами выживает в мире охваченным злом, а единственной защитой от него служит их семейная связь. Вот только эта связь разрушается, когда один из близнецов задумывается, реально ли это зло, и тогда семья оказывается в смертельной опасности. Конечно, мир рухнул. Жизнь у вас не сахар. Но зло снаружи хитрое. Когда она оборвалась? Ты что-нибудь видел? Оно сеет сомнение. А вдруг уйти можно? В мировой прокат выходит картина 20 сентября. А вот даст старт этому сентябрьскому параду мрачного фэнтези продолжение Битлджуса, которое выходит уже на этой неделе. Критики уже вовсю делятся своими впечатлениями о новой картине Бёртона, так что, кажется, постановщик не уронил планку качества. В рецензиях отмечают, что в картине чувствуется, насколько Тим Бёртон рад возвращению в этот мир, и эта энергия передаётся зрителям, которые точно будут кайфовать от шуток и игры Майкла Китона. Энергия нас обещает зарядить и новый Соник, который, как оказалось, стал очень символичным для его создателя. Джефф Фаулер, режиссёр всей трилогии про Соника, рассказал о том, что работа над третьей частью символически закольцевала всю его карьеру. Ведь до того, как стать режиссёром, Фаулер работал аниматором и художником по визуальным эффектам. И одной из его первых работ в индустрии была видеоигра Shadow the Hedgehog, где он анимировал ежа Шэдоу. И теперь, 20 лет спустя, он срежиссировал фильм про Соника, где главным злодеем выступил Шэдоу. И в трейлере уже заметны отсылки к его корням. К корням, кстати, скоро вернутся и фанаты Легенд о Зельде. Ну а точнее, в старый таймлайн. Ведь Нинтендо на днях показала обновлённый таймлайн вселенной Зельды, из которого стало понятно, что последние игры в серии, Breath of the Wild и Tears of Kingdom, находятся в отдельном таймлайне. А вот грядущая новая часть с подзаголовком Echoes of Wisdom в это обновлённое древо не попало. Но фанаты провели анализ материалов по игре и пришли к выводу, что события этой части будут происходить в основном таймлайне, между событиями игр Ocarina of Time and A Link to the Past. Но так ли это узнаем 26 сентября, когда игра выйдет на Nintendo Switch. В сети, кстати, появился геймплейный ролик Echoes of Wisdom, который станет первой игрой в серии, где нужно будет играть не за Линка, а за саму Зельду, имя которой десятилетиями стояло в названии. По её сюжету, принцесса должна спасти Хайрул после того, как его жители, включая Линка, пропали в разломе, ведущем в другой мир, где существа и предметы застыли во времени. И чтобы спасти земляков, Зельде предстоит использовать магию Echo для создания предметов и существ, которые помогут в прохождении уровней. В общем, новая Зельда обещает показать знакомую серию под другим углом. И то же самое чуть было не проделали Rockstar Games, которые хотели отправить игроков в Токио. Долгие годы о GTA Tokyo ходили одни слухи, но недавно ресурс Time Extension поговорил с разработчиками, которые работали в компании в начале нулевых, и узнали несколько подробностей этого проекта. GTA Tokyo действительно была в планах студии. Эта идея пришла Сэму Хаузеру во время промоушена GTA 3, ведь ему приходилось много ездить в Токио, и во время этих поездок он очень проникся атмосферой города. Однако в итоге от GTA Tokyo отказались, так как отправить команду в Японию на длительное время для составления карты города и изучения культуры было очень трудно с точки зрения логистики. Так что, видимо, азиатской темой решили ограничиться в портативной Chinatown Wars. Ну и напоследок, немного хороших новостей о возвращении Valve. Недавно студия официально анонсировала новый шутер Deadlock, и добавила страницу игры в Steam с коротким тизером и предупреждением, что игра пока находится на раннем этапе разработки, поэтому дизайны графика пока не доделаны. Но даже на этом этапе альфа-тестирования игра стала крайне популярной, и несмотря на то, что доступ можно получить только по приглашениям, количество игроков быстро выросло, и максимальный онлайн уже составил аж 145 тысяч игроков. Датамайнеры тем временем продолжают прочесывать файлы игры в поисках информации о других проектах студии, в особенности про новый Half-Life. И один из них нашел в файлах новые детали Half-Life 3, которые пока что числятся под названием HLX. Стало известно, что в новой халве будет полуоткрытый мир, транспорт, динамическая смена времени суток и погоды, новые существа и, самое интересное, система настроения у NPC. Так что ждем радостных комбайнов. Ну а теперь расскажу вам, что нового можно посмотреть в кино и в сети. В мировой прокат вышли британский хоррор «Оно слушает» про систему умного дома, которая выходит из-под контроля и начинает обеспечивать покой своих хозяевов всеми доступными средствами. Спортивный боёпик «Ты должен верить» расскажет про то, как команда баскетболистов, которая посвящает сезон умирающему отцу одного из игроков, выходит из «Малой лиги» в финал мировой серии. Драма 1992 рассказывает про лавочника, который пытается спасти своего сына во время беспорядков в Лос-Анджелесе 92-го года. Ну а в венгерском sci-fi «Ускорение» астронавты совершают рывок к спутнику Сатурна, Титану, несмотря на риск саботажа, в результате которого они могут оказаться в глубоком космосе. В российский прокат вышли отечественная мелодрама «Подростки. Первая любовь» о непростой любви двух подростков – мелкого вора и дочери военного. Французский боевик «Ларго Винч. Гнев прошлого» расскажет про миллиардера, который противостоит загадочному противнику, чтобы спасти похищенного сына, в то время как сам он находится в международном розыске. Болгарская фантастика «Меган к вашим услугам» расскажет о том, как высокотехнологичный робот «Меган» стремится стать частью семьи, даже против воли своих хозяев. Ну а в повторный прокат вышла французская классика «Самурай» с Аленом Делоном, про киллера, вынужденного противостоять своим заказчикам после своей ошибки. Также на больших экранах вновь можно посмотреть боевик с Джейсоном Стэтхэмом «Пчеловод», про бывшего агента, использующего свои боевые навыки, чтобы отомстить киберпреступникам, из-за которых погибла его знакомая. В онлайн-магазинах уже доступен фантастический боевик «Бордерлендс» – проходницу за головами, которая объединяется с другими искателями приключений, чтобы спасти дочь своего босса с опасной планеты. А также триллер «Эмнаньш Ямалана» – «Ловушка», в которой отец приходит с дочерью на концерт, оказавшейся ловушкой для серийного убийцы. Netflix уже выпустил аниме «Терминатор Зиру» про солдата, который прибывает из будущего в 1997 год, чтобы защитить от робота ученого, работающего над созданием искусственного интеллекта, призванного противостоять надвигающейся атаке Скайнета. Там же вышел хоррор «Избавление» про семью, которая столкнулась с демонами в их собственном доме. Ну а еще первый сезон «Фэнтези Каос», в котором греческие боги живут в современном мире. Фэнтезийными приключениями зрителей порадовал и Amazon Prime, на котором стартовал второй сезон фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», где люди, эльфы и гномы противостоят хитрому и безжалостному владыке Саурона, стремящемуся поработить Средиземье. Ну а на Apple TV Plus прямо сейчас можно посмотреть расширенную режиссерскую версию Наполеона Ридли Скотта про личную жизнь выдающегося императора и полководца. Игроки на прошлой неделе тоже погрузились в фэнтези, правда в космическое, вместе со Star Wars Outlaws, про авантюристку, которая решает совершить крупнейшее ограбление в истории далекой-далекой галактики. Также на игровых платформах уже доступны самурайский экшен в ретро-стилистике Bloodless про Ронина, который сражается против армии самураев одними кулаками, а также ролевая игра Visions of Mana, в котором герои и его подруга отправляются в путешествие к древу Маны, сражаясь по пути с монстрами с помощью стихийной магии. Ну а я на прошлой неделе продолжил свое знакомство с советской классикой и посмотрел «Москва слезам не верит». И какой же это, черт побери, жизненный фильм, в котором я просто увидел себя, свое детство, свою жизнь, я ощутил очень много теплых ностальгических чувств, какой-то вот романтики этой советской. Очень приятный фильм, и я себя ловил на мысли о том, что я бы хотел, чтобы этот фильм не заканчивался. Я бы просто хотел смотреть его как сериал, потому что в нем очень много жизненных мудростей каких-то, в нем очень много историй, в нем очень много вот даже того же советского менталитета, который хотелось бы разбирать, смотреть на него, понимать как бы из чего сотканы наши с вами умы. В общем, это очень интересно, очень познавательное кино, но обязательно посмотрите, если не смотрели. Просто вот шедевр. И не зря ему дали «Оскар». Еще я посмотрел другой русский фильм, который меня настолько сильно впечатлил, что я уже купил билеты в театр, и уже даже был на экскурсии по местам из книги. Короче, «Мастер и Маргарита». Новую экранизацию 24-го года, и она просто восхитительна во всем. Я про нее написал у себя в Телеграме, так что зайдите, почитайте. Но здесь вкратце скажу, что меня очень сильно удивил визуал и атмосфера. Я вот не ожидал, что фильм будет круче в визуальном плане, круче в плане атмосферы, вот этого вот дарк-фэнтези, прям самого настоящего, круче, чем фантастические твари. То есть Голливуд со своими бюджетами, там со своими актерами, сделали хуже и делают хуже, продолжают уже три фильма, делали хуже, чем сделали наши, блин, с вами соотечественники в экранизации просто культово, легендарного и просто одного из лучших романов в мире. Короче, я был очень впечатлен, и вот сходил на экскурсию и понял, что в фильме еще и умело вплели отсылки к реальной жизни Булгакова, сделав их как бы частью сюжета. Короче, большая колоссальная работа была проделана режиссером, все шикарно, просто вот шикарный фильм, я был удивлен. Если вы не смотрели, обязательно исправляйтесь, потому что, ну, это мастер Маргарита. Из видеоигр ни во что не удалось поиграть, хочу поиграть в Star Wars Outlaws, и еще мне друг посоветовал игру Invincible, но я вот на самом деле ее даже не скачал, очень хочу, он сказал, что это прям инди-шедевр, в общем, если вы играли, напишите в комментариях, как вам. Ну и из YouTube-каналов у меня тоже есть, что вам порекомендовать. На прошлой неделе вышел видос на канале, который я смотрю, правда, я не знаю, как он правильно читается, произносится, сейчас алды этого канала мне там в комментариях напишут, обязательно напишите. Короче, канал Drew называется TheDirZG. Очень клевый канал с офигенной умной аналитикой видеоигровой индустрии, ну и вот последний видос, который меня прям сразил, который я хочу вам порекомендовать, это видос про Stalker 2. Почему Stalker 2 рискует оказаться обычным, типичным ААА-шутером в стиле Far Cry? Короче, посмотрите, видос топ. И от меня, конечно же, передавайте привет. Ну и теперь посоветуйте мне в комментариях, что посмотреть, особенно из русских фильмов, потому что сейчас у меня появилась подписка на Иви, Кинопоиск, короче, буду все смотреть, все, что пропустил из российского, очень интересно. Короче, советуйте сериалы, фильмы и видеоигры, обязательно прямого внимания, ну и не забывайте ставить ваши информационные лайки. А на этом все. Cut the crap. Мы режем киноленты.